Сейчас видео я делал по цельке, по цельке. Друзья, но тем не менее, тем не менее, просто короткое в формате, больше даже стрима, наверное, будет плюс-минус. Дальше расскажу. Такой технике попроще с мини-тракторов, да, с мини-тракторов, с мото-тракторов, кто так называет, в общем, да, всегда были шифинги, пользуются хорошей свалой, хорошей репутацией, потому что за неотносительно небольшие деньги, тут имеется угою коробка, угою мосты, как единственный косяк, это ременной привод, но тем не менее, если у нас не хватает средств, вам надо что-то серьезное, тут все остальное на уровне, что рама, вы сами видите, рельсы, по которой можно простить товарняк, смело, но, тем не менее, полноприводные шифинки трех триндеров, это было в цену Дон Фэнкера, это было всегда дорого, всегда уже 5,9 шифинг, 6 там с копейками Дон Фэнк, 6 джинма, что взять, уже склонялись, да, к джинмам Дон Фэнкерам, но сейчас, друзья, я специально эти видео делаю для тех людей, кто искал 4х4 трехцилиндровый трактор с дешевле, потому что сейчас шифинги начинаются от 5,3, это CL и C, там, получается, идет на узких колесах, на широких колесах, соответственно, стартовая цена со всеми максимальными списками, 5,4 стоящая цена, 5,4, вот такой вот агрегат, вы получаете, кроликс просто, ну, друзья, распространяете тем, кому нужен хороший полноприводный трактор, это прикольный вариант шифинг, всегда имел репутацию, определенную репутацию хорошего, надежного бренда, трехцилиндровый шифинг не исключение, тут КМовский мотор 380, и тут вот такая вот надежная, в принципе, мощная коробка относительно других брендов, которые я не могу называть слух, да, других брендов, каких-то там, за те же деньги, до шести, большинства, тут Карабас супер, потом все опции, потом вот приборная панель, как сделано, тут ничего нигде не телепается, как сделаны кузовные какие-то элементы, тут есть две петли, адекватно поднимается капот, его не таращит вот так со стороны в сторону, есть амортизаторы, да, вот есть ребра жесткости в крыльях, такие нигде, то есть и кузов у него, в принципе, достойный, вот, показывает, задний мост, друзья, я при просмотре этого видео, наверняка, у некоторых из вас возникнет вопрос, где же купить по однократной цене нормальный трактор, быстро и удобно, кто, как и я, устал от десятков магазинов с фейковыми левыми комментами, с неадекватными, неактуальными фотографиями и завышенными или заниженными специально ценами на товары, то, друзья, добро пожаловать в наш онлайн-магазин в инстаграм с реальными фотографиями, с реальными ненакрученными ценами, где может любой человек оставить свой реальный отзыв, поделиться, пообщаться, помимо мини-тракторов, мото-тракторов, десятков позиций навесного оборудования, также будет видео о испытании тракторов в работе, испытания с навесным оборудованием, всякие полезные видосы в технической части, полезных статей, отзывов клиентов, ну и всего-всего подобного. Помимо этого, на этой платформе, помимо тракторов, вы можете найти абсолютно практически любой товар по цене дешевле, чем в интернете, поэтому на разъезд, ссылка внизу, переходим, а мы продолжаем обзор. И у нас есть определенное количество единиц, которые можно будет пустить вот по такой цене, поэтому, кому интересно, приобретение мини-трактора полноприводного, недорого, с показателями Дону Фэнга, в принципе, я говорю, что не надо меня сейчас хейтить, где засрать в комментариях, в принципе, но на практически 1000 долларов дешевле, как получается, дабы, что Дон Фэнг дешевле 400, а это получается 5, а 1000 долларов это уже серьезные, извините, деньги. Поэтому, вот такой вариант для вас, шейфинг 244, цель. Говорил уже, что не только в формате будет рекламы шейфинга, но у меня такое чувство складывается, что мой весь канал – это большая маркетинговая акция от шейфинга. Тем не менее, всегда нравилось, когда именно адекватное качество, именно адекватная цена, потому что там, допустим, тот же Гарден Скалу, да, он там просто у 2000, всунули туда какие-то две пружины под сиденье, все, люкс, модель усиленная, 2200, ну, а это дичь. А вот это – это оправданное, оправданное средство. Что такие шейфинги 354? Что вот по поводу вот этих одноцилиндровых, пока с уверенностью не могу сказать, как ходят, да, потому что мне только недавно появились, но, в принципе, конструктив коробки, заднего моста, трехточки, тут все очень себе хорошо. Она придерживает фрезу 1,40 м, любой шейфинг, даже 240 на ремнях за 70, выдерживает фрезу 1,40 м. Не каждый трехцилиндровый БУАТ 254, к примеру, или 224 Сентай будет себя хорошо чувствовать с фрезой 1,40 м, а эти ребята будут. Так что такие вот вещи. Друзья, был канал МиниТрактор. У нас есть много-много чего интересного. Кому близка эта тема, подписывайтесь и контакты внизу, как обычно. Всем спасибо. Идем пока.